Вычитание однозначного числа и числа 12. Повторим состав числа 12. Решать будем задачи. Проведем числовую разминку. Найти нужно число, которое на 2 меньше данных. Что значит на 2 меньше? Это столько же, но без 2. Значит, каждое число нужно уменьшить на 2. Проверим. Молодцы. Правильно. Следующее. Нужно найти число, которое на 3 больше, чем данные числа. Что значит на 3 больше? Это столько же и еще 3. Значит, каждому числу нужно добавить 3 единицы. Решите, пожалуйста. Правильно. Повторим состав числа 12. 12 – это 9 и 3. 12 – это 8 и 4. 12 – 7 и 5. 6 и 6. Ребята, мы с вами говорили, что существует связь между сложением и вычитанием. Посмотрите. Из примера на сложение вы должны самостоятельно составить 2 примера на вычитание. Давайте проверим. Так у вас получилось. Правильно. Ребята, от 12 нужно отнять 4. Как мы будем отнимать? 4 мы раскладываем на 2 удобных слоганов. 2 и 2. Почему мы взяли первое число 2? Потому что от 12 мы отнимаем столько единиц, чтобы получился десяток. Значит, от 12 отнимаем 2. Получаем 10. Вспоминаем состав числа 4. Так как 4 – это 2 и 2. Уже 2 мы отняли. Остается отнять еще 2. Значит, от 12 отнять 4 можно по частям. И получаем 8. Объясним способы решения других примеров. Обратите внимание. Данные вычитаемые разложили на части. И первое число – это 2. Почему, ребята? Чтобы от 12 отнять 2, получился десяток. А затем, вспоминая состав числа, мы отнимаем оставшиеся единицы. Рассмотрите примеры самостоятельно. Существует еще второй способ для вычитания однозначного числа от возначного. Это на основе знаний состава числа 12. Если мы от 12 отнимем 3, получим 9. Так как 12 – это сумма двух чисел 3 и 9. Если мы от 12 отнимем 9, мы получаем первое слагаемое 3. Перед вами таблица вычитания из числа 12. Запомните ее. Проведем самостоятельную работу. Проверим ваши знания. Подумайте и решите примеры. Проверим, что у вас получилось. Ребята, вы знаете, что такие примеры на вычитание однозначного числа мы можем решить двумя способами. Давайте еще раз повторим, какие два способа мы изучили. Первый способ – это вычитание по частям. Вспоминаем состав числа вычитаемого. Сначала вычитаем единицы до десятка, а потом вычитаем остальные единицы. Второй способ – это назнание состава числа 12. Сумма чисел 3 и 9 составляет 12. Значит, если от 12 отнимаем 3, остается 9. Решим задачи. На странице 83 под номером 4 есть задача, которую мы с вами должны составить рисунок и решить. Володе подарили два диска с играми. На одном диске 4 игры, а на другом – на 2 игры больше. Сколько всего игр на этих дисках? Ребята, о чем говорится в задаче? В задаче говорится о дисках. Что сказано про первый диск? Что на первом диске было 4 игры. Что сказано про второй диск? На втором диске неизвестно, но сказано, что на 2 игры больше. Что нужно узнать в задаче? Сколько всего игр на этих дисках? Ребята, мы сможем сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет, не сможем. Почему? Мы не знаем, сколько игр было на втором диске. А мы сможем это узнать? Да, сможем. Каким действием? Сложением. Почему сложением? Потому что сказано на 2 игры больше. Как мы узнаем, сколько игр было на втором диске? Для этого мы к 4 прибавим 2 и получаем 6 игр. Когда мы узнали, сколько игр на втором диске, мы сможем ответить на вопрос задачи, сколько всего игр на этих дисках? Да, сможем. Каким действием? Сложением. Почему? Потому что нужно узнать, сколько всего. Как мы узнаем? Для этого к 4 прибавим 6 и получим 10 игр на 2 дисках. Ребята, это решение задачи можно еще записать выражением. Давайте посмотрим на последнее действие. Число 4 у нас было дано в задаче, а вот число 6 мы с вами находили суммой двух чисел, 4 и 2, поэтому сумму запишем в скобках и получаем 10 игр. Это задача простая или составная? Да, это задача составная. Мы решали ее двумя действиями. Решим еще одну задачу. На диске 6 мультфильмов. Вчера дети посмотрели 3 из них, а остальные сегодня. Можно ли этот текст назвать задачей? Нет, нельзя. Почему? В нем отсутствует вопрос задачи. Давайте поставим вопрос задачи в соответствующие условиям. Сколько мультфильмов дети посмотрели сегодня? Для того, чтобы записать краткое условие, определим главные слова. Что в задаче обозначает число 6? Это было мультфильмов на диске. Что в задаче обозначает 3? Это дети посмотрели 3 мультфильма. Что нужно узнать задачи? Сколько осталось? Задача простая или составная? Простая. Мы сможем сразу ответить на поставленный вопрос задачи. Я вам предлагаю подумать и решить ее самостоятельно. Давайте проверим, ребята. Почему задачу вы решали действием вычитания? Потому что нужно узнать, сколько мультфильмов осталось детям посмотреть. Итак, осталось 3 мультфильма. Молодцы. С какими вычислительными приемами мы сегодня с вами познакомились? На уроке мы познакомились с вычитанием однозначного числа от числа 12. Кто запомнил таблицу вычитания из числа 12? Повторите ее и запомните, она вам пригодится. Как можно из 12 вычесть 6? Можно вычесть двумя способами. Первый способ – это вычитание 6 по частям. Второй способ – это на основе знаний состава числа 12. Дома вам нужно вычислить и запомнить эту таблицу, при решать выражение под номером 3. Наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Мы начинаем заниматься по второй части учебника «Литературное чтение». Сегодня на уроке мы познакомимся с новым разделом, который называется «И в шутку, и всерьез». В этом разделе, ребята, мы познакомимся с веселыми произведениями Корнея Чуковского, Ирины Токмаковой, Пивоваровой, Якова Тайца. Мы научимся читать так, чтобы всем было интересно слушать. А также мы будем учиться наблюдать, как писатели подбирают слова, чтобы точно показать характер героя. Читать произведения по ролям, передавая настроение героя. Вместе мы обсудим, различаются ли по смыслу слова, шутить, подшутить, обманывать. На уроке литературного чтения мы познакомимся с произведениями Ирины Токмаковой. Мы играли в хохотушки с рассказом Якова Тайца «Волк» и с стихотворением Григория Кружкова, который называется «Рыб». Писатели и поэты сочиняют веселые, юмористические произведения не только для того, чтобы нам было весело и смешно, но и для того, чтобы мы посмотрели на себя со стороны и исправили свои ошибки. Ребята, ведь юмор — это изображение героя в смешном виде, а также это смех веселый и доброжелательный. А юмористическое произведение — это рассказ или стихотворение, в котором автор добродушно высмеивает человеческие слабости и недостатки. Ребята, а если над кем-то подшутить, как вы думаете? Если этому человеку будет обидно, можно ли так поступать? Конечно, нет. Откройте учебник на странице 4. Мы сейчас с вами прочитаем обращение автора к нам. Догадался ли ты, какие рассказы и стихи будешь читать в этом разделе? Веселые, смешные. Писатели и поэты умеют рассказывать о самых обычных вещах весело и интересно. В этом разделе они расскажут тебе необычные истории, в которых нарушается привычный порядок вещей. Читая их, вдруг начинаешь весело смеяться и думать, а разве так бывает? А почему это происходит? Мы уже знаем, что веселые рассказы, стихи и небылицы поэты сочиняют не только для удовольствия. Их произведения помогают нам посмотреть на себя со стороны, увидеть недостатки и понять, что с каждой шутки есть доля правды. Ребята, вы любите играть? Я думаю, что любите. Сегодня первое произведение, с которым мы познакомимся, это произведение Ирины Пивоваровой, которое называется «Мы играли в хохотушки». Я прочту, а вы послушайте внимательно. Мы играли в хохотушки, Мы визжали, как свинушки, Мы скакали, как лягушки, Бок и задом наперед. Мы решили, кто захочет, Тот нас всех перехохочет, Всех один пересмеет. Мы смеялись и смеялись, Лопнуть со смеху боялись, Даже по полу катались. Всех нас разом смех берет. Я могу сказать вам честно, До сих пор нам неизвестно, Кто сумеет, Кто захочет, Кто нас всех перехохочет, Всех один пересмеет. Ребята, а в чем смысл данной игры? Правильно, Кто кого перехохочет. Ирина Петровна рассказывает о беззаботном, счастливом детстве, Когда наблюдение за окружающим миром Приносит удовольствие и радость окружающим. Дети веселятся, И, глядя на них, Тоже хочется улыбнуться. Как же у писательницы получается Так точно и красочно Описать детские забавы? Ирине Петровне помогает, Конечно же, наблюдательность И чувство юмора. Ребята, Прочитайте это стихотворение так, Чтобы остальные услышали, Как же смеются дети на самом деле. Давайте прочтем именно те слова, С помощью которых можно передать смех детей. Это такие слова, как Мы играли в хохотушки, Мы визжали, как свинушки, Мы скакали, как лягушки, Бок и задом наперед. Мы смеялись и смеялись, Лопнуть со смеху боялись, Даже по полу катались, Всех нас разом смех берет. Прочтя данные строчки, Можно сразу представить, Как же было весело ребятам. Ребята, А сейчас вы встретитесь Со следующим рассказом, Который называется Вог. Этот рассказ написал Тайц Яков Моисеевич. Это советский детский писатель, Автор детских книг, Иллюстратор, Переводчик классиков Еврейской литературы. А также Яков Тайц является Автором следующих книг. Кубик на кубик, Откуда ты? Послушный дождик. Ребята, Посмотрите на иллюстрацию, К рассказу скажите, Как вы думаете, О ком этот рассказ? Правильно, О девочке и о волке. Давайте его прочтем. Волк. Почему Маша сделала Волку вывод, Что волку стыдно? Правильно, Наверное, Потому, Что Маше Тоже бывает стыдно, Когда она в чем-то Провинилась. А как же было Все на самом деле? Волку было скучно, А теперь Он, Увидев поведение Девочки, Очень удивился. Маша, Разговаривая с волком, Выражает свои мысли Словами, А волк Отвечает ей Движениями. Маша Возмущена Поведением волка, Поэтому интонация При чтении слов Девочки Зволнованная, Поучительная. Ребята, Обратите внимание, Рассказ Построен В форме диалога. Кстати, Вспомним, Что же такое диалог? Диалог Это разговор Двух Или более лиц. Это произведение Юмористическое. Обвинения девочки Вызывают улыбку И смех, Потому что Маленькая девочка Маша Думает, Что истории Про красную шапочку И про трех поросят Правдивые. И обвинила Поэтому она Во всем этом Волка в зоопарке. Девочка решила, Что волку стыдно, Потому что Вспомнила Саму себя. Итак, Ребята, Прочитав Юмористическое Произведение, Мы можем Сделать Вывод. Мы учимся Видеть себя Со стороны, Можем Посмеяться Над собой И Исправиться. Сегодня мы Познакомимся С еще одним Юмористическим Произведением. Написал его Григорий Михайлович Кружков. Кружков Григорий Кружков Использует В своем Стихотворении Литературный Прием, Который Называется Звукопись. Узнаем, Что же Это за прием. Звукопись Это игра Звуками Для усиления Выразительности. Прочтем Стихотворение Григория Кружкова Ры. Ры. Вышел Лев Из-за горы И, Подумав, Молвил. Ры. Подлетели Как аду? Что не имели Вы в виду? Разорву И растерзаю? Разнесу И раскидаю? Распугаю Всех подряд? Лев сказал. Я просто Рад. Ребята, Кто герой Стихотворения? Верно. Главный герой В этом стихотворении Это лев. В стихотворении Ры. Главный герой Выходит В хорошем настроении На прогулку. Появление льва В этом стихотворении Сопровождается Звуком Ры. К нему Подлетели Как аду. Кстати, Ребята, Как аду Это птицы, Попугаи, Которые Относятся Ко льву С уважением И почтением. Как аду Заинтересовались Зачем лев Сказал Ры. При этом Сами пытались Угадать Ответ На вопрос. Можно сказать, Что эти герои Нетерпеливые. Слова Ответил, Что он просто Рад. У этого героя Есть терпение И достоинство. Поэтому Интонация Радостная, Но с оттенком Превосходство Снисхождение. Лев Разговаривает С как аду, Как будто Со своими Сподчиненными. Он царь, Он довольный И счастливый. Почему поэт Необычно Так назвал Своё стихотворение? Наверное, Чтобы мы сразу Догадались, О ком пойдёт Речь В нём. Стихотворение Григория Кружкова Юмористическое, Так как заставляет Посмотреть Нас На свои поступки Со стороны. Ведь у нас тоже, Ребята, В жизни так бывает, Что мы часто Задав вопрос, Пытаемся Сразу же Ответить на него, Не услышав Правильный ответ. Прочтите Данное стихотворение Выразительно. Обратите внимание, Пожалуйста, На знаки Препинания. Итак, Ребята, Подведём Итоги Нашего урока. Что обозначает Слово Юмор? Правильно, Это изображение Героя В смешном виде. Как называется Новый раздел, С которым Мы сегодня Познакомились? Молодцы! И в шутку, И всерьёз. Как вы думаете, Зачем писатели И поэты Пишут Весёлые Произведения? Ну, конечно же, Чтобы нам было Весело и смешно. А чему Они нас учат? Тому, Чтобы мы Не делали Ошибки И смотрели На себя Со стороны. Ребята, Рекомендую вам Прочитать Данные Произведения Дома Выразительно И устно Ответить На вопросы. Урок окончен. До скорой встречи! Добрый день, ребята! Отгадайте, О чём мы будем Говорить Сегодня на уроке. Пьёт бензин, Как молоко, Может бегать Далеко, Возит грузы И детей. Ты знаком, Конечно, С ней? Правильно, Ребята, Это автомобиль. А для чего Нужен автомобиль, Мы сегодня Узнаем. Тема нашего урока Зачем нужны Автомобили? Трудно представить Нашу жизнь Без автомобиля. Невозможно И подумать, Что вдруг Опустеют улицы И шоссе. А ещё Сто лет назад Этот транспорт Был диковинкой. Большинство людей Считали, Что он Совершенно Не нужен. Так как Лучше И надёжнее Всего Лошадь. Теперь же Автомобиль Самый распространённый И привычный Для людей Вид транспорта. Автомобили Наши друзья И помощники. Сегодня На нашей планете Ездит Почти Полмиллиарда Легковых Машин. И каждый день Их становится Всё больше. Автомобили Появились Более Ста Лет Назад. Автомобиль Слово Нерусское. В переводе С греческого Оно Означает Самодвижущийся. Почему Само? Чтобы Ехать На автомобиле Не надо Крутить Педали Как на велосипеде. Не лошадь Запрягать. Автомобиль Едет Сам. Его Заставляет Двигаться Собственный Двигатель. А как Выглядели Автомобили Много Лет Назад. Какие же Автомобили Существуют Сегодня И для Чего Они Нужны. Однажды Я услышала Спор Двух Людей. Возле Сада Два Шофера Увлеклись Серьезным Спором. Чья Машина Всех Новее, Чья Сильнее И Быстрее, Чья Как Солнышко Блестит И Как Пёрышко Летит И Машины Как Машины Есть И фары Стёкла Есть И резиновые Шины Даже Номер Вот Он Здесь Слушала Слушала Я Этот Спор И Задумалась А Зачем Нужны Автомобили Ребята Помогите Мне Найти Ответ Как Вы Думаете Зачем Нужны Автомобили Автомобили По Назначению Делятся На Пассажирские Грузовые И Специальные Пассажирские Это Автобус Троллейбус Трамвай Такси Легковой Автомобиль Грузовые Грузовик Самосвал Камаз Цистерна Экскаватор Бульдозер Подъемный Кран И Наконец Специальные Пожарная Полиция Скорая Помощь МЧС Почта Продукты Спортивные Машины Автомобилей Много Но Все они Имеют Одинаковые Части Посмотрите Ребята Любой Автомобиль Имеет Кузов У каждого Автомобиля Есть Двигатель Обязательно Есть Колеса Передние И задние Есть Руль Чтобы Управлять Фары Сиденья Где сидят Пассажиры И водитель И конечно же Есть Ремни Безопасности Для нашей Безопасности Ребята А вы знаете Как называется Человек Который Управляет Транспортом Правильно Это Водитель А как Называются Люди Которые Едут В автобусе Трамваи Автомобили Правильно Это Пассажиры А сейчас Представьте Что вас Пригласили Отправиться На экскурсию Или вы С родителями Решили поехать К бабушке В гости Как бы вы Себя Смогли Обезопасить В поездке Давайте Запомним Несколько Важных Важных Правил Итак Если ты Едешь На легковом Автомобиле Садись Только На заднее Сиденье Пристегни Ремни Безопасности Веди Себя В дороге Хорошо Не балуйся И не Отвлекай Водителя При движении Автомобиля Не открывай Окна Не высовывай Руки В окна Если ты Едешь В общественном Транспорте Есть тоже Свои правила Веди себя В дороге Хорошо Не бегай Не толкайся Не отвлекай Водителя Не мусори Не высовывай Руки Ноги И голову В окна Не стой На ступеньках При входе Не облокачивайся На двери Потому что Автобус Может остановиться И двери Откроются Если едешь В общественном Транспорте Не забывайте Уступать Место Старше Ну и конечно Не забывайте Оплачивать Проезд Ребята А вы знаете Чем заправляются Сегодня Автомобили Правильно Они заправляются Бензином Но такой Автомобиль Сильно Загрязняет Воздух Один из Автомобилей Будущего Электромобиль Он работает На электричестве И не загрязняет Воздух Давайте С вами Подведем Итог Автомобили Это Наземный Транспорт Автомобиль Надежный Помощник Человека Они Нужны Для того Чтобы люди Могли Передвигаться В нужные Им места Перевозить Пассажиров И грузы При поездке В транспорте Нужно Соблюдать Правила Безопасности Я надеюсь Ребята Вы запомнили Как нужно Правильно Находиться В легковом Автомобиле И Общественном Транспорте Еще раз Дома Прочитайте В учебнике Как правильно Вести Себя В транспорте Наш урок Окончен До свидания Ребята Продолжение следует